Светлана Архангельская пришла в неврологию из педиатрии. Работая участковым, она заметила, как много у детей различных неврологических нарушений. У малышей чаще всего встречаются перинатальные поражения, повышенный тонус, нарушение сна. У пациентов постарше чаще бывают эмоциональные перегрузки, тревожность из-за сада или школы, плаксивость. Школьники уже приходят с головными болями и жалобами на нагрузки, с которыми тяжело справляться. Тики, заикания, все зависит от эмоционального настроя ребенка. Заикания где-то с трех лет, когда начинается активное речевое развитие. Ну, а тики уже более старше, 5-6 лет, и школьники идут. Реже неврологу приходится иметь дело с тяжелыми заболеваниями, рассеянным склерозом, различными опухолями и другими. Также к Светлане Вадимовне приходят из ДЦП. В среднем в год такой диагноз ставят двум-трем детям. Встречаются в ее практике случаи, которыми должен заниматься психиатр. Но зачастую родители боятся к нему обращаться. Считают, что это клеймо на всю жизнь, хотя это совершенно не так. Аутизм – это заболевание чисто психиатрическое. Нарушение поведения, по идее, это тоже надо идти к психиатру, чтобы психиатр помогал. Депрессивные состояния бывают. Это уже в более старшем возрасте у подростков. Чтобы не загнать депрессию глубоко, чтобы не появились мысли о суицидах, это, конечно, должны быть консультации психиатра обязательно. Расстройств аутистического спектра с каждым годом становится все больше. При этом количество пациентов с неврологическими нарушениями держится примерно на одном уровне. И несмотря на это, работы неврологу хватает. Кому-то из детей достаточно однократно пройти курс лечения, чтобы избавиться от тиков или заикания. А кому-то необходимо посещать невролога 3-4 раза в год. Особенно загружены осень и весна. В это время происходят рецидивы. Если есть проблемы с речью, чаще всего идут потом проблемы и с чтением, и с письмом. А это как раз дисграфия и дислексия. Но здесь не только наша медикаментозная помощь нужна. Здесь нужна помощь психологов, здесь нужна помощь педагогов. И в первую очередь нужна помощь родителей. Потому что родители в первую очередь должны заниматься с ребенком, помогать ему. И если родители будут шуметь, кричать на него, они ничем не исправят это все. Поведение родителей накладывает сильный отпечаток на развитие ребенка. Здоровый образ жизни во время беременности, спокойная и благожелательная атмосфера, отсутствие гиперопеки. Эти факторы могут снизить вероятность возникновения неврологических нарушений у ребенка.